После сбора урожая картофеля некоторые огородники обнаруживают поврежденные клубни. Множество маленьких точек, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, на самом деле являются чревоточенными от известного вредителя проволочник. Кстати, взрослая особь – это жук щелкун. Проволочник – один из немногих насекомых, у которого развитие личинки длится от 2 до 5 лет. Проволочный червь имеет много видов, и экологами на сегодняшний день он изучен довольно узко. Известно, что окукливание происходит примерно в июле-августе на глубине 15 см, а через 2-3 недели из куколки появляются жуки, которые в дальнейшем уходят на зимовку более в глубокие почвы. Обнаруживают огородники испорченный картофель уже при уборке. Реже можно наблюдать увядание куста в течение вегетации, в таких случаях растение начинает слабеть и вянуть. При сильном повреждении клубней и стеблей культура замедляется в развитии, а поврежденный урожай зимой хуже хранится или вовсе загнивает. Чаще всего этот вредитель может встречаться, как ни странно, на целине или долгое время необработанной земле. Особенно проволочник любит участки, где растут в большом количестве зерновые культуры или присутствует сорняк пырей. Миграция проволочника может происходить до 5 метров в день. Если соседский участок не обрабатывается, то вполне вероятно, что этот вредитель будет приходить на ваш огород за таким деликатесом, как картофель. Активно проволочник передвигается по увлажненной почве. При отсутствии влаге он может уходить в землю на глубину до 2 метров. Самые распространенные методы избавления от этого червяка и взрослой особи жука-щелкуна следующие. Первое. Для избавления проводится сезонная перекопка грядок и пашни. Весной при культивации почвы мы поднимаем этого вредителя на верхние слои. Далее осматриваем поверхность на наличие личинок и взрослых особей. После этого можно собрать вредителей или оставить птицам, чтобы они склевали насекомых. Осенью культивировать землю для избавления от любых вредителей будет более правильно непосредственно перед заморозками. Ведь если мороз не прихватит насекомых сразу, то червяки и другие вредители не будут ждать морозов. Они сразу начнут закапываться, то есть прятаться в землю. Второе. Если у вас много проволочника, то можно посеять горчицу. Дело в том, что нематода, проволочник и другие почвенные вредители не переносят данную культуру и попросту уходят с территории, где выращивается это растение. В силу того, что весь огород засевать горчицей мы не можем, то допускается сеять горчицу в тропинках, между кустами культурных растений или по обочине сада и огорода. Но обращаю ваше внимание, что горчицей можно спровоцировать появление крестоцветной бложки. Поэтому будьте аккуратны при ее наличии на огороде. Старайтесь эти сидираты сеять ранней весной и скашивать их уже в мае. А второй посев допускается делать в августе. Активное появление крестоцветной бложки приходится именно с мая до августа. И чтобы не создать ей кормовую базу в виде горчицы, мы будем регулировать ее присутствие на участке. Третье. Также проволочник не переносит ботву томатов. Если она у вас здоровая и не повреждена фитофторой, то осенью запахивайте ее в землю, где выращивается картофель. Аромат помидорной ботвы прогонит вредителя картошки прочь. Четвертое. Помогают бороться с этими червями такие препараты, как престиж или табу. Чаще всего проволочник появляется на кислых почвах. Соответственно, снизить его популяцию или совсем избавиться можно известкованием, внесением доломитовой муки или золы. Также этот вредитель не любит культуры семейства бобовых, например, люпин. Если посадить его в разных местах участка, то это замечательное растение будет не только радовать вас своим цветением, но и поможет избавляться от вредителя. В целях профилактики можно делать ранней весной и поздней осенью после уборки урожая приманки. Для этого закапывайте неглубоко надрезанные клубни картофеля на пашне. Не забудьте поставить внешние отметки, чтобы найти потом приманки. Голодные черви приползут на запах и начнут скапливаться в этих ловушках. Через несколько дней можно собирать и уничтожать вредителей и обновить ловушки. Напишите в комментариях, как вы боретесь с проволочниками на своем огороде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. До встречи!